Итак, друзья, представляем вам участников третьего поединка и синему углу бойцу 24 года. Его рост 178 сантиметров, его вес 66 килограммов 300 граммов, его профессиональный рекорд. Одна победа и одно поражение. Он двукратный чемпион Челябинска по ушу Саньда. Кандидат в мастера спорта по вместительному карате, представляющий клуб «Перицвет» из Челябинска, дамы и господа, Никита Кожевин! И вот его соперник боец в красном углу. Ему 29 лет. Его рост 180 сантиметров при весе 66 килограммов 300 граммов. Его профессиональный рекорд. Три победы, одно поражение. Он призер чемпионата России по ММА. Мастер спорта по ММА. Из Махачкалы. Рашид Курбанов! На середину! Парни, правила знаете, внимательно слушаемая команда. У вас тренером на по пять минут. Покажите красиво. А главное, честный бой. Руки пожаряйте. Огон! Продолжаем, друзья, у нас третья пара, Кожевин, мастер такого стиля, как у Шусань, да, и у соперных, хороших фурбанов, такой максимальный, правильный три, ММАшник, первый ровно. Кожевин в синих шортах, в оранжевых, Курбанов, соответственно, они представляют синие-красные углы, но Курбанов, естественно, здесь фаворит, здесь и по регалиям, и по ММА рекорду. Не всегда, конечно, такой анализ приводит к объективной оценке того, кто играет с фаворитом, а кто антердогом, но здесь что есть, что есть, то есть, все справедливо, абсолютно Курбанов, по идее, должен выигрывать, а учитывая, как у нас закончились первые два боя в сегодняшнем карте, здесь все может закончиться тоже довольно быстро. Ждем борьбу от Курбанова в ответ на удары ногами от Кожевина, ну, в принципе, вот на старте первую минуту все атакует с дистанции именно Кожевин, работает киками по разным ярусам, чаще всего флоу-кики, ну, с двух ног, порой переключается на верхние ярусы, но не так уж и часто происходит, пропускает сейчас навстречу Кожевин. Ну, впервые, в принципе, Курбанов что-то закинул с дистанции сам. Ну, и гейплан Кожевина здесь очевиден, да, он работает, держит дистанцию, работает ногами, руками для того, чтобы соперник не сблизился с ним максимально, ну, а понятно, что если Курбанов сближается, то он, скорее всего, пойдет бороться, а тем, кто знает, пока Курбанов не особо усердствует в том, чтобы дистанцию сократить, абсолютно спокойно в своем темпе работает. Я думаю, что Курбанов ждет момент для входа, для того, чтобы залететь с тейкдауном, потому что там против него чистый ударник. С разворота не залетает сейчас у Кожевина. Он продолжает свою работу, раз, где-то там, в пять секунд, Никитин что-то набрасывает с дистанции, мы видим раз за разом, отодительные удары, а вот сейчас Курбанова. Горит Рашид, начинает тихонечко накидываться, но пока редко только, редко, Рашид как будто ждет момента. Да, очень важно для Кожевина держаться ближе к центру клетки, потому что если он будет пятиться и окажется в какой-то момент спиной клетки, то, конечно, Курбанов этим воспользуется. Пока того момента не было, и мы видим, что даже сам Кожевин теснит от момента туда, поближе к клетке. Да, решил чуть больше агрессии у него приверить Кожевин, до этого поспокойнее, но вот сейчас одну ногу навстречу, зашел, аккуратненько раскрутил, аккуратненько уложил, без лишних напрягов, Рашид Курбанова. Ну, в принципе, я вот ждал, что это произойдет гораздо раньше, но ближе к середине первого раунда это все не случилось, первый перевод, блокирует ноги тут же. Тейк-дал просто как по учебнику получился, причем как будто на спарринге, да, и тут же, вот обратите внимание, вот наш треугольник в какой-то момент закрыл для того, чтобы блокировать номер соперника. Сейчас треугольника уже нет, пытается восстановить гард Кожевин. Сможет ли выбраться Кожевин из-под соперника? Тайфул экспозицию, да, переходит потихонечку, уже касается контроля подползает. Рашид Курбанов уверенно. Занимает хорошую позицию. Коул-контроль сейчас, да, пойдет, видимо, дальше. Есть намеки на то, чтобы перейти отсюда к маунт. Часто сравнивают брасильское джиу-джитсу с тем, что происходит в шахматах, но вот здесь как будто не совсем честные шахматы, потому что как будто два кода на один вот соперник укладывал, но вот сейчас, посмотрите, взорвался вроде бы Кожевин, встал даже на ноги, очень грамотные действия, но главное сейчас как-то отлепиться от оппонента, но пока это не удается. Пытается поработать локтем, бросает за спину удар переднический Кожевин, не отпускает его. Рашид Курбанов может быть, и докажет молодежь, что смог встать. Пытается припугнуть, забрать руку. Кожевин просцепит заклад у себя, который, как замок, закрыт довольно мухим образом, не отпускает Рашид. Да, одной рукой, как раз Кожевин сейчас бьется с этим замком, второй пытается дополнительную точку опоры себя создать, собственно, это он и создает. Сейчас хороший локоть залетел к своей Кожевина, туда-назад закинул слепую, и неплохо зашло. Сейчас Рашид уже начал локировать сам, прибрав одну руку соперника, хорошо разрядился несколько раз, пытается стащить обратно партер Курбанов оппонента. Спотелся один раз Кожевин за сетку, за клетку, и рефер уже поспешил сделать ему замечание, но быстренько отцепился, так что все по-честному. Да, конечно, просто душит своей борьбой своего оппонента. Курбанов пока не душит в прямом смысле, но если так пойдет и дальше, то теоретически и до этого может дойти. Задача Лаврад тут в себе, но более комфортную зону Рашид сейчас может начать работать, но считанные секунды до конца первого раунда, так что это продлится недолго. Два ударов от Курбанова, с верху и все. Учитывая, как сложился первый раунд для Курбанова, где он, наверное, минуту полторы, может быть, даже две, и не делал практически ничего, а потом просто зашел в одну углу и очень легко перевел соперника, после этого просто контролировал его на земле, хотя и удавалось, конечно, Кожевину один раз подняться, секунду, ну не знаю, на 30, наверное. Вот интересно в этой связи, как будет дальше действие Курбанова, потому что мы видели, что как только он захочет, он может соперника перевести. Ну, как будто не торопится он с этим действием, но с другого. Он понимает, что рано или поздно это у него случилось произойдет, и не хочет, чтобы у соперника были шансы, чтобы встретить его кинуть коленом, но действует Рашид довольно осторожно, стойкий, сам лично ничего не выбрасывает, много выжидает, дает поработать сопернику, Кожевин поэтому так и набрасывает эти кики, в принципе, половину раунда добру. Много ударов, 20-30, наверное, этих двух киков залетел от Никиты. Серьезная поддержка трибун. И посмотрите, идет надоело так фехтовать Курбанова, он просто решил зайти на этот раз в две ноги. Ну, пару ударов, в принципе, за целую минуту. Закинул Рашид, дождался момента, аккуратненько залетел. Нельзя сказать, что вот был какой-то супервыверенный момент для трейкдауна, атаку соперника или как-то еще. Просто решил залететь, залетел, перевел. Ну, вот, начинает работать. В прошлый раз там уже Кожевин сумел все-таки подняться, хотя все улучшал и улучшал там позицию Рашид, уже в какую-то секунду сайпер-ролей находился, казалось, что все бесперспективно для Никиты, но выбрался. Проблемы для Кожевина, конечно, уже начались. В первом раунде после тейкдауна, мы помним, как вообще никаких шансов его Курбанов не оставлял. Ну, и вот пока сейчас то же самое происходит и во втором. Ну, опять поднялся на ноги, отсюда правда начал работать сейчас активно уже Рашид. Накинул колено в корпус, попытался закинуть его в голову. Насколько собраны и, я бы даже сказал, не тороплив Курбанов, он просто штер момент. Да, не форсирует события. Вот была возможность, поймал дисбаланс Кожевин, и Курбанов этим воспользовался. Да, конечно, крошил сейчас соперника. Рашид. Еще один трейкдаун в Копилку. Ришки пугает захватами нам на... Типа Кимура Грипов всяким. Никит Кожевин. В первом раунде это было и здесь, но... Это все такое довольно... Я так понимаю, а формальное поступало. Никак это не влияет на работу Курбанова в целом. Нельзя сказать, что у Рашид есть какой-то там брутальный храунд-энд-паун, что он уничтожает соперника близок к финишу, но он делает артбой не конкурентный. А он сейчас хорошо закидывает с левой руки. Вот интересно, что в первом раунде практически такая же позиция была. У нас секунд 10, наверное, и 34 ударов таких же выбросил Курбанов. Сейчас этих ударов уже больше. Вот сейчас разошелся Рашид. Да, решил перейти к активному добиванию. Уже не щенит соперника. Терпит, терпит Кожевин. Видно, что на боке партер у него тоже на уровне. И защита в принципе весьма достойная. То есть он не дает сопернику выйти в какие-то опасные позиции. Но при этом сам, конечно, не делает особо ничего. Хотя на ноги уже второй раз в этом только раунде он поднимается. И это достойно на самом деле. Глобально да. Главное плюс Никита, что он все-таки способен подняться, периодически переждать, перетерпеть. Но при этом, опять же, раунд в одну калитку совершенно. Уже в три минуты продолжается работа Курбанова односторонняя совершенно. В первом раунде еще пытался как-то отстреливаться периодически. И Кожевин даже когда-то контролировал хорошо его спину, он там придумал тип локти, что-то еще не носил дары. В этом раунде все более бесперспективно, поскольку Никита просто пережидает и периодически пытается встать. Контроль у сетки от Курбанова. Ничего, в принципе, не меняется, довольно долго. При этом Курбанов не переводит. Там его как-то тоже устраивает вариант развития событий. Накидывает свои колени в бедра саперника, сушит ноги. Да, по поводу переводов, как раз чуть раньше мы говорили о том, что Курбанов не форсирует события, он не форсирует переводы, он не тратит лишние силы. Он ждет, пока Кожевин отдаст ему позицию, с которой перевести можно будет гораздо проще. Вот выглядит так, как будто Рашид просто экономит свои силы, на всякий случай. Вдруг бой затянется, чтобы он не устал. Посмотрите, он там зацеп, и там легко это происходит. Да, действительно, по желанию переводит Курбанов. Концовку у нас раунда. Очередной трикдамон от Рашида. Где-то пятый за этот бой. Пляжик соперника здесь выдержал Никита. Накончил второй раунд. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ноги-то летят довольно быстро. Ну и в первом раунде и во втором. Как будто покидал он ноги в начале поединка, в начале каждого раунда. И в итоге потом просто оказался на настиле. После тейкдауна соперника, я думаю, что примерно то же самое мы увидим и сейчас. Не спешит никуда Курбанов. Мы к этому уже, пожалуй, привыкли. Третий раунд не отличается. Первый клуб. Начал один в один на Хояджа. Первую минуту стабильно всегда. Рашид ждет, смотрит. Сам практически не бьет. Дает прогулок с эфирным. В первом раунде Рашид ждал пару минут. В втором раунде минуту. Через пять минут. Не торопиться. Попал. Никита. Да, и мы видим, что поагрессивнее стал Никита действовать. Первый, кстати, тейкдаун, который ему удалось не то, чтобы остановить, уйти от него удалось. Так я бы сказал. Да, Рашид после раунда закинул его к праву. Сейчас более брутальные обмены у нас начались. В этом раунде, ребята, решили проводить пожёще. Сейчас, судя по всему, стоит Рашид. Просто отрезает все пути отхода. Рашид и, наконец-то, сближается. Зажал соперник у сетки здесь. Всё грамотно делает. И, видимо, сейчас будет тейкдаун. Да, довольно легко всё получилось. Прибрал всё-таки ноги соперника. Контор у сетки. Курбанова. Курбанова. Он пытается что-то придумать. Никита пытается скачать, получается. И оказывается он на ногах. Ну, за что он точно можно похвалить Никиту. Он стабильно встаёт из партеря. Да, потом он периодически туда возвращается. Вот как сейчас, например. Но вставать уже умеет. И это, кстати, довольно серьезное достижение. Он пытается даже накинуть удары свободной рукой. Пока лежит на нём, очень уверенно контролирует Рашид Курбанов. Без лишних усилий. Рашид. Держит соперника. Прибирает спину только. В очередной раз пытается подняться Никита. Видно, что это непросто. Получает колени. Сейчас Рашид. Несколько ударов подряд по бёдрам соперника Курбанова. Встаёт Никита вновь. Локоть назад выкидывает неглядя. Но они прилетают достаточно близко к голове соперника. Я бы даже сказал, определённый ущерб на дозы. Ну, в первом науне туда парниках локтей залетело. Неплохо. Ну, и может делать опытом всё-таки Кожевин. Предложит, ну, держит тебя. Кожевин, пытался, чтобы придумать Кожевин, скреативить как-то. Но и всё так, как и было. Клубанов, держит. Не особо работает. Сделал ставку в контроле здесь. Ну, не отпускает. Не отпускает. Сушит соперника нейтрализует полностью. А учитывая то, что Кожевин ударник, ему, конечно, здесь, ну, максимально некомфортно, скажем так. Заведи срочно. Заведи сейчас свою правую ногу, Кожевин. И ещё какой-то креатив вот сейчас от Кожевина. Но мы видим, что он по-прежнему остаётся внизу. И, к сожалению, позиция ничуть не улучшилась, а может даже и улучшилась для него. Ещё минуты здесь работают. Конец третьего раунда. Совершенно чайный, что Рашид Курбанов уже в 50 секундах от победы очередной профессиональный. Вытащи сейчас правую ногу! Интересно даже, что скажет глава промоушена Камила Гаджиев. Мы прекрасно знаем, что он не очень хвалит бойцов после вот таких наступлений. Но до конца, до конца парится Кожевин. Пытается выпутаться, пытается что-то придурнуть. Уже только в третьем раунде, мне кажется, три кувырка мы не увидели. Вот таких, когда казалось бы, может это чему-то привести. Ну, если бы не был, не был и контроль Рашид Курбанов. Понятно, что Рашид Курбанов действует так, как его комфортно, так, как. Геймплан позволяет ему не рисковать. Геймплан позволяет пробовать идеально всем соперникам. И бой позволяет ему просто забрать довольно легко здесь победу. Но при этом вот не хватает, там вот элемента срывочности. Хотелось бы ударов побольше от Рашида. А по этому поводу были бы удушающие. Чего не было. Единогласным решением судей. Поведу одержал боец красного угла Рашид Курбанов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok